Видишь? Ну я же тебе говорил, покупай биткоин, отложи немного. Я знал, что курс поднимется, и жалко, что у меня самого не было тогда на руках денег, я бы сто процентов купил бы немного, и представь, что стал бы уже миллионером. Но я же тебе сказал, что Реал Мадрид проиграет, а ты, как всегда, меня не послушал. Внимание, вопрос. Что общего, по-вашему, между этими двумя диалогами? Найти сходство нетрудно. В каждом из двух разговоров одна из сторон уверена, что смогла предсказать уже прошедшее событие задолго до него. Это убеждение, которое присуще нам всем, называется суждение задним числом. Этот эффект спровоцирован работой механизма быстрого мышления, и те из вас, кто смотрел наши предыдущие ролики, уже наверняка догадались, что речь пойдет именно о книге «Думай медленно, решай быстро». А те, кто не смотрел предыдущие видео по этой книге, могут сделать это, перейдя на страничку нашего канала. Почему-то большинство из нас считают себя экспертами в предсказании событий, и после их свершения верят в то, что с самого начала знали, что так и произойдет. Вы когда-нибудь задумывались, что в 90% случаев это убеждение ошибочной всего лишь является иллюзией, созданной нашим разумом? То есть, несмотря на то, что мы можем действительно всей душой верить в то, что мы смогли предсказать какое-то событие, если мы спокойно об этом подумаем и вспомним, то поймем, что до происшествия мы не были на 100% уверены и сильно сомневались. Если бы у нас не было сомнений, то мы могли бы все разом сколотить состояние через биржевую торговлю или ставки на спортивные состязания. Если бы у нас действительно была способность предсказывать будущее, разве мы не могли бы избавиться от всех отрицательных событий в нашей жизни, предотвратив их заранее? Осознание существования эффекта суждений задним числом может принести нам огромную пользу. Так, вместо того, чтобы осуждать собеседника за какую-то ошибку, возомнив себя умной и дальновидной личностью, мы сможем лучше понять его и показать ему сочувствие. Таким образом, вместо того, чтобы обижать человека, мы укрепим наши с ним отношения. Стоит понимать, что как бы хорошо мы себя не чувствовали, показывая себя как умную, дальновидную личность, мы таким образом оскорбляем человека, выставив его как дурака. Теперь поговорим об эффекте представительства, очередном эффекте мозга, способном провоцировать принятие неверных решений. В прошлом году я принял на работу одного человека, будучи убежденным, что он станет успешным сотрудником, но через три месяца был вынужден его уволить, потому что у него многократно не получалось оправдывать мои ожидания. После этого я начал думать о том, почему так произошло. Как я мог настолько ошибаться в нем? На этого работнику ушло столько моего времени и энергии, как я во время интервью не понял, что это неподходящий мне человек. Да неужели у него действительно получилось обмануть нас на собеседованиях? Затем я вспомнил, что он на самом деле совершал ошибки во время интервью и на этапе решения проверочных заданий, но я по какой-то причине всегда шел ему на уступки и давал ему очередной шанс. Я начал себя осуждать, ведь это было понятно с самого начала, я зачем-то постоянно шел ему на уступки. Прочитав эту книгу и узнав о данном эффекте мышления, я вновь проанализировал эту ситуацию и понял, что причиной моего неправильного решения стало что-то, показавшееся мне невероятно странным. Этот человек внешне мне напомнил одного моего бывшего работника, которым я был очень доволен и с которым мы до сих пор поддерживаем дружеские отношения. Схожи были и черты лица, и повадки. Скорее всего, это внешнее сходство заставило меня поверить, что этот человек будет таким же хорошим работником, что и другой, и мне стоит только дать ему шанс. Созданный механизмом быстрого мышления нашего мозга эффект представительства работает именно так. В связи с предыдущими положительными или отрицательными впечатлениями от какого-то человека предмета или события, мы переживаем те же чувства, встретившись с их твойниками. То есть мы формируем мнение о них на основе лишь определенных сходств. Именно работа этого эффекта мышления является причиной того, что многие молодые парни и девушки создают семьи с людьми, похожими на их родителей. И это сходство не обязательно внешнее. Речь идет о любых сходствах. Конечно, есть и исключения. Некоторые люди не живут со своими родителями и не привыкают к ним. Но в большинстве случаев, привыкнув к жизни с мамой и папой, люди выбирают партнеров, похожих на них, в связи с нежеланием выходить из зоны комфорта. Далеко ходить не надо. Возьмем, например, анимацию в этом видео. Предположим, что вам очень нравится видео в таком стиле. Тогда, увидев ролик в таком же формате на каком-то другом канале, вы будете склонны посмотреть его. К сожалению, не зная об этом эффекте, можно принимать неправильные решения наподобие моего решения нанять того работника. Поэтому стоит убедиться в том, что мы ценим какого-то человека, предмет или событие, из-за его качеств или нужности нам, а не потому, что он нам напоминает кого-то или что-то ценное. Так мы сможем принимать более правильные решения. Еще один похожий эффект называется эффект ореола. Результатом эффекта ореола является то, что положительное первое впечатление о человеке может затмить его последующие отрицательные проявления. Или наоборот, отрицательное первое впечатление зачеркивает последующие положительные поступки человека. Давайте я разъясню вам простым языком. Представьте, что пришли на собеседование с работодателем. Из первых ваших секунд в комнате ваш собеседник формирует мнение о вас, основываясь на вашем внешнем виде, одежде, походке, жестах, мимике и т.д., несмотря на то, что он еще не задал ни одного вопроса, а вы не дали ни одного ответа. У него может сложиться о вас впечатление как о честном, позитивном и аккуратном, а может наоборот, как о фальшивом, непрофессиональном человеке, склонном лгать. Таких описаний сотни. Некоторые не очень умелые работники отдела человеческих ресурсов, неосведомленные об этом эффекте, не понимают пагубного влияния этих первых впечатлений. Так, если ваш собеседник не знает об этом эффекте, и у него о вас сложилось хорошее впечатление, то он будет склонен игнорировать ваши ошибки и запоминать то, что вы сказали правильно. А если о вас впечатление сложилось отрицательное, и вы ответили неправильно, скажем, на два из десяти заданных вопросов, то проигнорируя восемь правильных ответов, вам эти два неправильных ответа представят как причину отказа вашей кандидатуры. Естественно, опытные специалисты в человеческих ресурсах знают об этом эффекте и стараются не руководиться им, а принимать взвешенные решения. Именно поэтому во многих компаниях в развитых странах запрещено отправлять или запрашивать резюме с фотографией. Эта фотография мешает справедливому оцениванию самого резюме. Недостаток информации об эффекте Ореола приводит к принятию неправильных решений и исходящим из этого отрицательным последствиям. Чтобы полностью усвоить информацию об эффекте Ореола, давайте посмотрим на него в других контекстах. Скажем, например, что вы один из основателей компании и несколько лет назад вы с другими основателями наняли руководителя, который вам очень нравится как человек, но ваша компания изо дня в день слабеет и существует угроза банкротства. На собрании основателей компании многие из ваших коллег отметили, что руководитель не справляется с управлением и ведет компанию к банкротству. Нужно немедленно сменить руководителя. А вы только и со своей симпатией к этому человеку говорите. Нет, что вы такое говорите? Но он очень хороший человек. Что ему бедному делать, если компанию разрушают некомпетентные менеджеры и главы отделов? Если мы подключим механизм медленного мышления, то поймем, что между хорошим характером руководителя и его способностями управленца никакой связи нет. Если он хороший руководитель, то почему он не смог нанять хороших менеджеров? А если он просто выбрал не тех людей, то почему за столько времени он не осознал их некомпетентность? Значит, профессиональные качества руководителя никак не связаны с его плохим или хорошим характером. Поэтому оставлять на должности этого руководителя лишь потому, что он вам нравится как человек, будет огромной ошибкой, спровоцированной механизмом быстрого мышления и эффектом ореола. Мы пользуемся каждым из этих трех эффектов чуть ли не каждый день, но большинство из нас никогда не останавливается и не анализирует ситуацию, не задается вопросом «почему?» и не обращает внимания на такой образ мыслей. Естественно, мы не можем полностью контролировать такие мысли. Это просто невозможно. Но даже если мы иногда будем вспоминать об этом и ловить себя на таких мыслях, то это уже подтолкнет нас в правильном направлении и станет существенным достижением. По капельке моря, по зернышку ворох. Рациональный образ мыслей так сможет войти в привычку и изменить к лучшему нашу жизнь и жизни наших окружающих. Сейчас к месту вспомнить слова лидера, созданного литовскими евреями просветительского культурного движения Мусар, Исраэля Салантера. «Еще в юности я хотел изменить мир. Затем понял, что мир изменить слишком трудно и постарался изменить свою нацию. Осознав, что и свой народ изменить я не в силах, я сосредоточился на родном городе, Не сумев изменить и город, я решил, что изменю хотя бы свою семью. И только сейчас, в пожилом возрасте, я понимаю, что если есть хоть один человек, которого я в силах изменить, то это я сам. Если бы я вовремя изменил самого себя, я смог бы повлиять на свою семью. Затем мои родные и близкие показали бы пример знакомым и впоследствии всему нашему городу. Из города перемены бы распространились вскоре на страну, а затем и на весь мир. Значит, изменив лишь себя, я мог бы изменить весь мир. Не забудьте поделиться этим видео с теми, кто для вас дорог, и подписаться на наш канал. Спасибо.